Якутский медицинский центр распахнул двери для своих пациентов. Обновленная поликлиника готова принимать как детей, так и взрослых. Жители прикрепленных участков по-прежнему будут сдавать анализы, получать процедуры, ходить на прием к терапевту. А для пациентов старше 70 лет теперь работает гириатрический центр с выездом на дом. О новшествах медицинского учреждения расскажет Розалия Борисова. Впервые в Якутске на базе медицинского центра начнет работу реабилитационное отделение для детей с неврологическими заболеваниями. Для маленьких пациентов подготовили зал ЛФК, физиокабинеты. В этом отделении будет зал ЛФК, физиокабинет, планируем грязи лечения, затем процедурный кабинет. Мамы с маленькими ребятишками могут прийти, расположиться спокойно и можно даже реабилитировать детей до года. В поликлинике также решили свести к минимуму возможность передачи болезней среди детей воздушно-капельным путем. Здесь мы постарались организовать прием так, чтобы здоровые дети у нас заходили абсолютно с другого крыла, не смешивались с потоками пациентов, которые пришли по заболеванию. И надеемся, это тоже будет неким вкладом в здоровье наших ребятишек. На влетной поликлинике все оборудование рассчитано на работу с самыми маленькими пациентами. Даже в отделении лучевой диагностики подготовлены специальные кюветы для малышей. Практически все приспособления и особенности аппаратов, они у нас идут для детей. Но так как у нас здесь еще будет работать три терапевтических участка геронтологии, то, естественно, что принимать мы и взрослых будем. Но в основном-то мы готовились к детям, конечно. Потому что дополнительно фиксаторы разные покупали для малышей. Те, которые, например, когда дети до 3-4 месяцев совсем маленьких, для них специальные кюветки такие вот рентгеновские. Все это было здесь приобретено. Вместе с детским терапевтическим отделением будет работать и взрослые. Жители 202-го, 203-го микрорайонов смогут проходить диагностику одного дня, сдавать анализы, получать процедуры. Розалия Борисова, Василий Соловьев, Инвакасаха, Якутск.